На повестке дня у депутатов больше 50 вопросов, но в зоне особого внимания поправки в краевой бюджет. Экономика Кубани набирает обороты. Темпы развития региона выше среднероссийских. Расходную часть бюджета увеличили почти на 6 миллиардов рублей. На что направить эти деньги в этом году и двух последующих сегодня вновь с депутатами обсуждает Вениамин Кондратьев. По мнению губернатора края, приоритеты должны оставаться такими же, как и ранее. На все, что сразу нужно, денег, конечно, в бюджете не хватит. Тем не менее, приоритеты мы с вами должны расставлять. И здесь наша будет максимальная результативность, если мы в этих приоритетах не ошибемся. Как и приоритетах в отрасли экономик, которую мы будем максимально поддерживать, так и в социальной сфере у нас, конечно, образование, здравоохранение, сфера ЖКХ. Это то, что максимально близко к людям. Потому что люди очень болезненно реагируют на любой сбой именно в этих направлениях. Поэтому они должны чувствовать не только, как я уже говорил, стабильность, но то, что эти направления становятся привлекательными и комфортными для быта, для жизни. Мы практически через сессию вносим изменения в бюджет. Давайте мы синхронизируем эти действия и параллельно с внесением изменений в бюджет стараться на этой же сессии вносить изменения в наши программы. Мы теряем дорогое время. И мы можем прийти к ситуации, когда неосвоенные деньги, они подлежат, так сказать, они не будут освоены. Мы должны достаточно напряженно работать, чтобы ни одна копейка не была потеряна. Так и расходы бюджета расписаны все до копейки. В этом году в планах освоить 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Первым делом деньги пойдут на увеличение минимального размера зарплаты до 11 163 рублей. На это направление в казне региона теперь появилось дополнительных 700 миллионов. Львиная доля средств, а это больше 1 миллиарда рублей, отправится на дополнительное финансирование образования. В школы будут закупать современное оборудование, а в детских садах организуют новые рабочие места. Дополнительно 800 миллионов рублей пойдет на развитие здравоохранения. Больше половины направят на оборудование для детских поликлиник. Остальные средства на обустройство для фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий по всему краю. Однако поправки в бюджете могут быть не последними. У нас есть еще резервы. То есть те поступления доходов, которые мы имеем на 1 мая, по налогу на прибыль, НДФЛ – это основные поступления, они вселяют серьезный оптимизм. Я думаю, что мы еще вернемся к рассмотрению бюджета, увеличив доходы и тем самым направив средства на улучшение качества жизни наших земляков. В Краснодарском крае, наверное, это не уникальная ситуация. Это ситуация роста. Это результат роста экономики. Это воплощение всех тех нормативных управленческих решений, которые позволяют экономике получать дополнительные доходы, которые идут в качестве налогов в наш бюджет. Уже есть планы и на 2019 год. Дополнительно казна региона вырастет более чем на 2 миллиарда рублей. Четверть из них отправится на создание яслей, увеличат расходы и на спортивную инфраструктуру. В самых отдаленных районах Кубани должны появиться залы для тренировок и плавательные бассейны. Вениамин Кондратьев призывает больше внимания уделять и развитию сельской местности. Но все эти цифры должны быть не просто на бумаге, а отразиться на благополучии людей, считает глава региона. Мне понаписывали этих цифр, реально люди их должны видеть вокруг себя. Тогда это будут цифрами. А пока это еще статистика. Статистика, притом, не реализована. У меня даже, знаете, вот тут одно из затяжений было написано, очень интересно, что впервые с октября 2016 года реальные денежные доходы населения не падают, а растут. Вот я, как обычный человек, который хожу среди этого самого населения, я даже не стал зачитывать, потому что я засомневался в том, что здесь статистика права. Можно и зачитать тоже с выражением, притом. А потом, что народ скажет, лучше не слышать. Поэтому я уже вот и вам говорю. То есть можно продолжать здесь это все с гордостью произносить. Но я еще раз подчеркиваю, это будет тогда воспринято людьми, когда они вокруг себя будут видеть конкретные реальные изменения. Какие бы проекты не были приняты, их нужно согласовать с населением, говорит глава региона, ведь все, что делает законодательная и исполнительная власть Кубани, должно сводиться к улучшению жизни обычных людей. Инна Чайко, Алексей Комаров и Артем Лычко, Кубань-24, Краснодар.